Всем привет, ребята! Вы на канале Собервижн. Подъехал новый выпуск. Сегодня мы наконец-то заселим в природный формикарий муравьев-капканчиков. Но вначале я покажу, во что он превратился за полтора месяца полного отсутствия ухода за ним. Посмотрите, как изрядно он зарос и стал похож на джунгли. В этом ролике вы увидите, как адантамахусы переезжали в живой формикарий и какое причудливое гнездо построили. Но обо всем по порядку. Спонсор сегодняшнего выпуска – магазин Unkeeping Depot. Не упустите возможность приобрести редких муравьев, эксклюзивные формикарии с доставкой по всему миру в короткие сроки. Ссылка в описании. Итак, ребята, я прилично задержался с выпусками новых видео, но на это были свои очень весомые причины. Пока что времени у меня в обрез, однако я надеюсь, что в ближайшее время ситуация стабилизируется и выпуски будут выходить все чаще и чаще. Сегодня я продолжу вам рассказывать о содержании дома природного формикария. Это экосистема, которую мы построили уже более пяти месяцев назад. Она очень подвижная. В плане того, что формикарий живет своей насыщенной жизнью и постоянно меняется. Растения в нем растут, и каждый из них стремится как можно лучше закрепиться и захватить самые лакомые территории. В формикарии уже жил паук, мы заселили в него колембол, мокричек, хищных клещей. Не так давно в него переехали первые колонизаторы – это мелкие муравьи-лептотораксы. Они заселились в различные щели в корягах. Делают вылазки за сиропом, таскают колембол и занимаются модернизацией своего жилища. Недавно обстоятельства сложились так, что формикарий был пущен в автономное плавание. Он на четыре недели полностью остался без ухода. Я не увлажнял его и не проводил стрижку. Посмотрите, что с ним стало. Он превратился в настоящие джунгли. Особенно отличилась альтернатера Ренейка мини. В каком месте она мини – сложно сказать. Вымахала она солидно, хотя и свет у меня приличный. Своими листьями она практически полностью затенила химиантускуба. От этого светолюбивая почвопокровка практически полностью погибла. Остальные растения пострадали меньше, а некоторые даже наоборот – воспользовались отсутствием стрижки и бросились захватывать всю заднюю стенку и коряги. Это одно из самых моих любимых растений – фикус пумила. Полностью беспроблемное растение. Теперь я люблю его еще сильнее. А сейчас я сделаю раз, два, три, и перед вами уже лежит целая куча растений. Я по максимуму подстриг все джунгли, чтобы при заселении туда муравьев за ними было удобно наблюдать. И вообще надо стричь этот формикарий как минимум раз в две недели. Иначе джунгли захватят все свободное пространство в этой баночке. Я надеюсь, что почвопокровка сможет восстановиться и образовать как раньше плотный зеленый ковер. Хотя так тоже смотрится неплохо, как-то более естественно и по-природному что ли. Сразу после стрижки я бегло осмотрел коряги в надежде обнаружить там первых колонизаторов – муравьев Лептоторакс. К сожалению, они были не видны. Может быть, они просто спрятались от такого потрясения со стрижкой. Да, я четыре недели их не кормил, но при мне они частенько таскали колембул в свое гнездо. Так что еды им должно было хватить вполне. Влажности, как ни странно, тоже хватало. Ни одно растение не засохло, и в формикарии присутствовали капельки воды. Может быть, малыши переместились в какое-то другое укромное место? Ладно, посмотрим в дальнейшем. Может, они все-таки покажут свои усы откуда-нибудь. Ну что же, настало время показать вам моих красавцев, а точнее красавиц – капканчики. Семья просто отлично себя чувствует. В ней уже около 30 рабочих. Причем где-то половина из них находится на арене, в надежде найти дополнительное место для быстро развивающейся семьи. Вполне пора открывать дополнительный модуль в формикарии Азия. Но делать этого я не буду. Капканчикам предстоит переезд в природный формикарий. Давайте этим и займемся. Я закрыл выход из гнезда ваткой и соединил арену от формикария. Муравьи, конечно, были очень не рады такому повороту событий и отчаянно крутились возле входа, как со стороны арены, так и со стороны гнезда. Я аккуратно отстыковал гнездо от арены и временно закрыл вход в арену ваткой. Далее стал вопрос, как переместить тех муравьев, которые находились на арене в природный формикарий. Да, долго я подстраивался под муравьев и пытался посадить их на кисточку. Но это сработало и все муравьи потихоньку были перемещены в свой новый дом. Немного проще обстояли дела с гнездом. Оно было перемещено в природный формикарий и положено прямо сверху на коряги и грунт. Далее мы открыли ватку и положили спичку для удобства выползания муравьев. И тут капканчики проявили некую сдержанность. Они особо не торопились исследовать новую локацию. Потихоньку, аккуратно, несколько рабочих вылезли в живой дом. Мне показалось, что дело может быть в этой неудобной спичке, и я достал небольшую коряжку и положил ее так, чтобы муравьи могли спокойно перебираться по ней. И вот уже первые разведчики начали активно исследовать новый формикарий. Ползали везде, и на корягах, и под корягами. Заползали под листья и крутились возле своего старого гнезда. Тут я подумал, что в целом процесс переселения может занять несколько дней. Думал о том, как мне придется при полном ступоре муравьев стимулировать их к переселению и так далее. В общем, решил прекратить съемку и пойти отдыхать. В формикарии стоит розетка, которая автоматически в 22.00 выключила свет. С момента перемещения муравьев в природный кубик прошло около 30 минут. Я решил для интереса еще раз взглянуть на своих питомцев перед сном. И тут я увидел, что рабочие начали активно перетаскивать коконы куда-то под коряги. Я моментально включил свет и начал снимать. Рабочие действовали очень слаженно. Явно функционировала небольшая группа, которая отвечала за переезд. Они уверенно перетаскивали весь расплод под корягу. Видно было, что к перетаскиванию пожитков были подключены не все. Остальные, скорее всего, встречали груз и готовили новое гнездо. Я заметил, что рабочие грузчики переносили не только расплод, но и самих муравьев. Скорее всего, это были еще совсем новорожденные малыши, за которыми надо был глаз да глаз. Нельзя им самим разрешать бродить в неизвестном месте. Нужно, чтобы кто-то проводил их к новым апартаментам. Спустя совсем немножко времени в гнезде не осталось никого. Кроме последнего малыша. Его взяли более опытные работяги и формикарий Азия остался пустой. Это позволило без проблем убрать старый формикарий. Как же прикольно наблюдать за ползающими муравьями в живом формикарий прямо на рабочем столе. Очень классное ощущение, когда муравьи, как и в живой природе, сосуществуют с растениями, другими мелкими насекомыми и вынуждены строить дом из подручных материалов. Для своего дома муравьи выбрали место под двумя корягами. Они активно копали и возводили свое новое гнездо. С момента заселения муравьев в этот природный формикарий прошло уже около месяца. За это время муравьи обустроили свое жилище. Они все-таки закрепились под двумя корягами. Мне кажется, что само гнездо, вероятнее всего, соединяется где-то под землей и имеет развесленные ходы. Растения как росли, так и растут. Уничтожать их никто не стал. Почелупокровка стала потихоньку восстанавливаться и распространяться на переднем плане формика. За этот месяц я уже частично подрезал растения и это было не критично. Главное проверять, чтобы на подстриженных частях не притаился муравей и все будет хорошо. Так что так, ребята. Капканчики отлично себя чувствуют в природном формикарии. Продолжим наблюдать за данным формикарием и в следующем видео о нем посмотрим, чем же питаются адантамахусы. Обязательно понаблюдаем за их охотой и ежедневными приключениями. А на сегодня все. Обязательно поддержите это видео лайком и комментарием. Это поможет выпускам выходить чаще. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok